итак я начинаю эфир посвященный коронавирусу давненько я на эту тему ничего не делала слава дурова возник такой вот ресурс я очень очень нравится именно голосом потому что мысль идет быстро и видео я не люблю тексты я не люблю потому что слишком быстро мысль радио это супер возможность и также слушатели которые вот там сидят за где-то и слушают что кому-то это говорю они просто в пустоту поэтому ура сейчас я дам кто хочет задать мне вопрос может поднять руку я включу этого человека прекрасно в эфир он задаст вопрос и мы в рамках режима вопрос-ответ попробуем посмотреть на ближайшее время что у нас этим коронавирусом происходит так мария вы же хотели должны руку вот он стоп пик отлично разрешаю пожалуйста хотел бы вас спросить некоторое время назад вы в личной беседе говорили мне что потому что вы видите к середине года к середине весны простите коронавирус будет взят под контроль и к лету ситуация нормализуется и в общем-то можно сказать что наладится сохраняется ли этот прогноз сейчас ну вот смотрите как бы можно на ты вообще смотря когда начинала просто так для тех кто за прогнозами следил с этим коронавирусом я сначала смотрела только по китаю и по китаю я говорила еще когда начало начался что к апрелю в китае его под придушат этот коронавирус так все в принципе получилось больше я вообще на эту тему ничего не озвучила просто потому что у меня есть свои дела своя учеба своя работа и все это весь этот информационный шум я достал и и я только в тоже вот в таких частных беседах кто-то меня что спрашивал я подсматривала когда чего закроют когда чего откроют вот таком режиме я это все смотрела что что ты говоришь меня сейчас вот честно сказать не помню но могу заново посмотреть еще раз вот как у меня все спрашиваешь то есть будет ли все так остается ли прогноз силе правильно понимаю вопрос да правильно так и давай на ты так то есть вопрос в том что действительно ли к лету ситуация в мире наладится ну короче какая тут ситуация тут ситуация еще изначально говорил что будет вакцина и как она будет как люди там вакцинируются начнется бог знает когда это все говорили естественно что начну это и логично это до строга мне надо быть чтобы это мнение озвучить что происходит если брать вообще природу и смотреть что у нас на самом деле вот этот жуткий жуткостный транзит юпитера с сатурном по козерогу который я думал будет война какая-нибудь мировая вот она реализовалась как мировая эпидемия этот транзит он не не отпускает как бы да и он будет еще у нас какое-то время нас над нами давлеть но весной что произойдет весной произойдет некое облегчение потому что юпитер который отвечает за благополучие изобилие за какую-то вообще благоденствие за какую-то нашу ощущение что мы в порядке за оптимизм мировой он выйдет из козерога довольно скоро он сейчас очень быстро стремительно двигается из козерога осталось ему сейчас вам скажу сколько дней ему осталось всего лишь 14 дней две недели в козероге и он уйдет в знак водолей водолей он практически чувствует себя как дома ему там хорошо и вот с этого момента через две недели начнется как бы очень начнется некое налаживание скажем так каких-то сфер жизни и не скажу что всех единственное что понятное дело что что-то наладится что-то останется как есть но в целом за что отвечает юпитер за ощущение было и благополучие что мы больше не в опасности вот где-то начало апреля кстати сказать вот я сейчас нахожусь в киеве здесь как раз до 6 апреля насколько поняла объявили красную зону то есть это повышенная степень бдительности все по закрыла закрывается сейчас вот я думаю вот как раз правильно все по числам как раз вот как откроют уже будет какой-то оптимизм по статистике возможно но радоваться тут преждевременно сильно потому что и питер будет продолжать скоростное свое движение он очень быстро сейчас двигается прям стремительно прежде чем зайти на ретроградное свое движение он очень быстро продвигается с очень большой скоростью и он не долго пробудет водолея таким как он прямым скажем так он там развернется через какое-то время и начнет двигаться обратно в сторону козерога и вот когда он начнет двигаться сторону козерога сейчас я скажу когда это будет то есть апрель-май позитивно выглядят достаточно неплохо единственный будет там квадратура сраху но все равно апрель-май неплохи июнь начало июня неплохо вот единственно марс начнет из рака его аспектировать но все равно ну как бы в общем и целом неплохо теперь вы сейчас вам скажу когда он станет ретроградным дай бог памяти так 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 сейчас секунду бабушка забыла сейчас поздно уже достаточно у нас где-то в конце июня или в середине июня кажется он станет ретроградным и вот и там же будет уже ретроградный сатурн и вот с этого момента какие-то проблемы начнут возвращаться то есть это уже не за какая четвертая волна но я не уверена что эти проблемы это будет именно коронавирус почему потому что в принципе вот этот транзит не был неприятный он же бьет прежде всего по ощущению благосостояния по ощущению какой-то свободы оптимизма по ощущению доступности возможности ресурсов то есть я не исключаю что это время еще какая-то фигня простите за лексику возникнет 21 21 21 21 июня он заходит в ретрогрессию начнет двигать начинает двигаться обратно сторону козерога но вот с этого момента то есть через две недели с 4 апреля до 20 июня действительно неплохой период для всего я вообще рекомендую в это время начинать что там хочется начинать и максимально сделать важных дел в этот именно отрезок времени потому что летом вот эта вот ретрогрессия она подвесит снова подвесит людей скажем в позицию подвешенного когда есть 2 такая карта вот плюс там еще будет в июле оппозиция юпитер марс марс будет во льве достаточно агрессивным ну знак огненный знак юпитер водолей воздух огонь воздуха позиция такое как бы конфликтное положение вот квадратура раху юпитер марс и конец июля может быть агрессивным затем ближе к осени так сейчас то есть летом он там водолея движется обратно в козерог и получается он кого-то бы из козерога действует и он заходит в козерог в сентябре сентябре так 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 18 19 сентября он заходит в козерог и вот осень 21 все равно могут быть какие-то сложности я не исключаю будет ли это связано именно 100 процентов с коронавирусом сейчас я еще карты вопроса посмотрю или это будут еще какие-то новые челленджи нашего мироздания сто процентов вот сейчас сказать не готова но сентябрь октябрь ноябрь это время то есть он сначала заходит козерог потом он разворачивается опять из него выходит и уже больше не заходит то есть в ноябре он возвращается в водолей и вот уже с ноября можем сказать что ноябрь декабрь и январь скорее всего уже будут новый год новогодние всякие мероприятия уже можем сможем встречать каких-то других странах я например хотела бы уже в индию поехать соскучилась теперь маша отвечая на твой вопрос по поводу прогноз силе ли прогноз потому что этот вопрос по-другому смотрится карта вопроса просто я смотрю сейчас в киеве нахожусь просто смотрю карты вопроса правильный ли был прогноз ну можно такой вопрос поставить почему нет хотя если я все если сделала прогноз я уже от него не отказываюсь так я вижу еще один участник хочет что-то сказать разрешаю говорить пожалуйста вот коронавирус как таковой у нас останется на повестке дня постоянно или же он как ты говоришь уйдет там середине осени или это будет как сезонный грипп в следующем году а хорошо сейчас секунду подожди давай так отвечу маша сначала по поводу вот эта тема правильный прогноз я не вижу что я вижу вопрос короче как звезды говорят что вопрос от лукавого то есть вопрос из проистекает из того что вопрошающий тревожится беспокоиться восходит скорпион с кету в первом доме и управитель восходящего знака марс с раху и с луной раху фигнификатор страхов луна сигнификатор ума то есть ум вопрошающего обеспокоен как говорят в украине с бентежом поэтому такой вопрос сказали тебе уже и все короче нечего шатать березу березу прогнозов своими вопросами ну просто не немножко непонятно то есть сейчас стало понятнее то есть к лету он не уйдет но апрель-май ситуация будет апрель-май якобы позитивнее апрель-май июнь июль август сентябрь октябрь какие-то беспокойства могут быть ну понимаешь это могут быть экономические беспокойства я же смотрела сейчас не карту вопроса ну да вообще вообще что будет транзитная такая обстановка что будет что будет происходить в космосе как это будет влиять на природу людей но мы так далее экономический кризис который всех начнет долбать ну да хорошо теперь вот у лена спрашивала потом я тогда спрашиваю хорошо лена смотри по карте вопроса ты пожалуйста вот принципе по карте вопроса можно посмотреть что-то попробовать посмотреть это достаточно краткосрочная вещь ну попробуем вот сосредоточься на твои на своем вопросе подумай вот как-то вот спросила будет ли это навсегда нашей жизни или вот еще раз можешь озвучить как как именно ты формулируешь останется ли коронавирус на повестке дня там на протяжении последующих годов ну он это я могу тебе за строго сказать что он останется ты что именно хочешь знать в какой форме он останется будет ли он такой тяжелый или он будет как сезонный гриб так ты хотел спросить да именно так значит смотри вот будет ли он тяжелый тяжело нас долбать еще там какое-то продолжительное время или он станет как сезонный гриб станет более тяжелым вот этот вот думаем вот именно над такой формулировкой и задаем и назови мне число от одного до ста восьми будет ли он тяжелый или 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 вопрос или он будет лег 44 44 значит он останется этот это как бы ну это можно было даже гадалки не ходить он останется более сильная вероятность все-таки что он будет далее это версия тяжелом трансформируется мутирует как-то адаптируется приспособиться и люди к нему приспособиться и все-таки что он будет более в легкой форме происходить но тема все равно останется то есть знаешь вот как-то интересно эта карта выглядит то есть даже если это будет легкая форма у нас будут какие-то изобретения связанные с дыхательной системой для того чтобы то есть будет еще какие-то научные открытия изобретения не просто там вакцина а еще связанные какие-то революционные вещи связаны с органами дыхания связаны с помощью людям в респираторных каких-то заболеваниях прям какая-то революция прям какие-то исследования то есть это постоянно будет происходить какие-то новые то есть активность очень бурная фармацевтическая и прочее так просто он не уйдет вот он видоизменится и он как-то будет влиять на нашу жизнь что мы будем как то вот что-то не знаю в намордниках каких-то в определенные периоды сезона входить не знаю но то есть мы к этому кого привыкнем в этом плане он наверное будет полегче но что-то будет новое в нашей жизни в обиходе у людей связано с этой темой и не только вакцина что-то еще может какие-то обеззараживатели помещений новые изобретут что-то такое вот но вообще-то принципе надолго тема потому что ты у спросила восходящий сфиксированный знак восходит нам на цифру твое 44 лев говорит о том что надолго тема вот и луна на момент вопроса фиксированном знаке и луна в созвездии рахини говорит о том что будет и тема будет иметь развитие скажем так но конструктивно но все равно до этой поры будут может быть отдельные специалисты врачи специалисты по ковиду и что-то тут еще есть интересное сейчас я не могу словить ну наверное вот от этого вируса может быть еще какие-то вирусы будут развиваться поэтому будет продолжаться какая-то тема медицинская исследовательская в общем короче он надолго мы просто к нему привыкнем скоро но именно этот вирус он будет дальше что-то вы дальше мутировать и выдавать какие-то разновидности 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 и на этой почве жизнь жизнь людей будет меняться ну то есть я думаю что вот так вот все таки не будет как сейчас там локдауны всякие так далее ну какие-то прибамбасы нам придется осваивать и дальше еще виды прививок виды защит адаптироваться вот как-то так отвечу есть еще вопросы ну да у меня есть вопросы ну конечно я не знаю как вот ты говоришь надолго а есть какие-то рамки сколько лет это вообще все будет продолжаться или это теперь с нами вообще на всю жизнь это первый вопрос и второй вопрос вот смотри вирус он по идее когда приспосабливается к носителю новому чем дольше он приспосабливается тем менее опасным он становится тем более заразным он становится но ковид к сожалению становится более заразным и более опасным и в связи с этим вот у меня какой-то вопрос сейчас я попытаюсь сформулировать уйдет ли вирус все-таки в русло облегчения или он так и будет нарастать по агрессивности ну так алина же примерно то же самое спрашиваю но она все равно конечно немножко не то ушел а за будет как-то еще раз просила будет ли вирус продолжать становиться более агрессивным и убивать больше людей или все-таки станет более летучим и более легким я почему еще спрашиваю потому что есть такая тема что люди уже некоторые варили два и три раза и все больше свидетельств того что чем ну каждый последующий случай заболевания переносится тяжелее и некоторые говорят что как бы ну четвертый пятый раз уже точно доконает организм я вот болела один раз я до сих пор выгрести не могу и ну вопрос у меня тоже такой вот у нас уже есть такие болезни похожи не похожи в смысле по как люди болеют но я не до что но деньги последующие заражения по моему другим штаммом там летально летальность еще высокая единственная пример короче будет ли он нарастать по агрессивности или он станет менее агрессивным так ну назови давай так назови от 1 до 249 число 98 сложнее задача мне кажется это честно сказать мне кажется вопрос по примерно то же самое ты будешь смеяться то же самый ответ вот тоже самое что я уже сказала нет он будет более люди более к нему адаптируются то есть смирность как такая человеческая она ну то есть люди будут болеть продолжать но не будет таких последствий ну то есть это не ядерная война оля двадцать первого века которая в бой в более продолжительном времени просто лупы . же сами люди будут меняться будут адаптироваться и ну короче нет такого то есть как бы болеть сейчас еще в одной программке кое-что открою посмотрю но это смешно но вот я просто по другой системе тебе посчитала но ты ты со своим 44 ты со своим 98 попала в тот же сектор я просто знаю это ты хоть как-то спрашивай тоже восходящий лево тоже самое все вот как лена со своим 44 так ты со своим 98 это тоже самое просто из разной системе вы назвали одно и тоже считай мистик мистик а но никакой мистики все как бы единственно амша отличается на одну даже границы когда откроют полиночка сейчас секунду я еще кое-что хочу посмотреть ну короче болезнь сильно так скажу как говорила малышева вирус слаб я скажу так вирус нифига не слаб по вашим вопросам по карте вопроса вирус силен но и люди тоже приспосабливаются то есть сейчас я хочу сейчас сильнее но мне интересно насколько времени это все затянется на сколько лет потому что говоришь люди приспосабливаются да они приспосабливаются но через поколение 5 то есть я думаю на а дальше мы просто будем ходить в противогазов прозрачно какие-то будут при бамбас вот что-то будет изобретаться и оно будет уже скоро изобретаться не только вакцина еще какие-то при бамбасы не знаю питание специальная еда специальные чулки на голову не могу сказать точно что это будет какая-то техническая приблуда скорее всего так если брать вот смотри достаточно сильный вирус но достаточно сильная и пациент ну скажем так и собрать как астрология медицина смотрится пациент сильный лечение как это ни странно не болезненное будет и ну как бы лечение не болезненное будет найдено и скорее как медикаментозное что-то можешь посмотреть по карте вопроса и вермиктин это то лекарство которое спасет мир от ковида вермиктин это же жуткостная токсичнейшая противопаразитарная насколько помню почему она с она не токсичнейшие это чё это обычная нормальная паразитарка как вермакс вермиктином отравят паразитов у кошек собак ну да и чесотки тоже но он очень токсичный у меня кошка умерла от эрмиктина я уже при слове вермиктин плохо может перед передоз был ну да так ну в общем вот какой-то вопрос ты еще ты еще говорила еще что-то спрашивала мне спрашивала надолго ли это на тыска на пять лет до лет на пять нет вообще надолго но лет на пять вот этот этап приспосабливания но то есть как раньше мы жить уже не будем на ближайшие года нет ну типа как раньше вот к новому году все-таки какое-то послабление облегчение что люди там поедут вот новый год встречать как путешествие это это начнется как по прививаются я вообще очень-очень хорошо отношусь к прививкам к тем которые делают и как это ни странно как-то неудивительно вот именно спутник этот российский уму и изначально у меня было видение но это не связано с астрологии просто видение было что он будет нормальный и я даже сама хотела привиться но решила это сделать под свой день рождения а в день рождения как правило энергетика падает близко к дню рождения плюс минус три дня и в общем я записалась даже туда но почувствовал себя не очень и не пошла но не родители сделали ну и брат макси ну и чё как все чувства мама мама вышла два камня первый камень после первой прививки 2 после 2 о какая хорошая прививка замечательный щеками вот от страха с перепуга в общем не то что я тут кого-то смотри полин еще такой вопрос какой вид положит собственно говоря нашу экономику нахрен или таки нет вот это хороший вопрос так тогда тоже давай от 1 до 249 вопрос цифру а надо уточнить нашу это какую экономику украины мои всего мира украинского всего мира тоже интерес подожди мир очереди лен вопрос цифра то есть ты меньше украину да естественно куку что-то пропал далее она уточняла что именно украина да 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 и скажи назовите число от 1 до 200 249 потому что это астрология вопроса тут рулетка нужно вытягивать какую-то карту 20 вот видишь сейчас от тебя зависит судьба страны так слушай прикольно вышло овен на восходе если брать твой вопрос экономика конечно в жопе жопа я думаю будет прогрессировать какое-то еще время я буду делать прогноз для украины в апреле начиная в апреле новый год лунный и я буду для украины тоже ждет прогноз более подробно я там буду смотреть но по карте вопроса выглядит так себе то есть еще и еще ниже она опусти ну как бы показатели еще будут ухудшаться вот ухудшаться но власть крепка вот по этой карте вопроса руководство прям такое креп крепко себя чувствует несмотря на экономическую как ты говоришь жопу ну год полтора год я думаю у вас там зеленский цензуру ввел молодец такой власть крепка я к тому что власть пропаганды так пропаганда зеленского не будем тут заниматься пропаганда никаких политических сил никаких здесь людей ничего никого короче давайте не будем никого хвалить из этих рептилоидов захвативших вселенную я вообще про любых политиков этот и так про нас про рептилоидов я про вообще любых политиков я очень пугаюсь этих людей вот короче значит вот такой ответ экономика еще в течение года будет как минимум года и в ближайшее время будет скорее всего будет и знаешь вот как интересно выглядит это выглядит как хаос и честно сказать выглядит как я не знаю что тут еще можно вымыть но выглядит как вымывание вывоз денег за куда то то есть что ресурс потому что управитель второго дома дома ресурсов страны в двенадцатом доме доме за границей и там час венера будет именно очень сильно наращивать свою силу но она будет наращивать в секторе расходов в секторе или за границей то есть как будто бы депутаты там еще солнце который управляет пятым домом это всякие депутаты парламентарии как будто парламентарии с чемоданами вывозят какой-то запас может они деньги на вакцину перечислять будут кому-нибудь гигантских гигантского бабла и не знаю звучит фантастически но их могут обязать же но короче воровство воровство шельм шельма тут какая-то будет происходить и кстати скорее всего будет меняться руководство то есть если руководство страны основное скорее так останется руководство связанная с банковским сектором будет меняться в ближайшее время в течение года ждем же выборы премьера коалицию вот это вот движуху если не весной то осенью а ну поменяются я думаю не могу сказать точно осенью прогноз смотреть скажем поменяется то есть не будет те которые ребята сейчас именно с экономической точки зрения они не будут рулить они будут меняться у тимошенко будет премьером и всеми вытекающими она жива ты мне прическу поменяла вообще не узнаваемая да так девчата давайте закругляться когда откроют ну я думаю что границы откроют вот к новому году так что можно будет как поехать нормально ну то есть шенген будут выдавать вот хороший вопрос будет ли выдавать шенген хорошо число от 1 до 108 в этом году когда это будут делать скажем 9 будут выдавать шенген бам-бам-бам-бам да сейчас ну так позитивно все выглядит да будут в вашем ген в этом году может даже и типа в июне начнут выдавать и потом может притормозят на ретрогрессии на ретрогрессию потом снова начнут к осени выдавать что-то типа такого все девчата давайте закругляться я чувствую радио эфир и когда у тебя теперь следующий радиоэфир это будешь дорогие радиослушатели давайте это я сейчас куда заносить да я сейчас это остановлю и подумаю над медиапланом вот мне понравилось как это все проходит мне это очень нравится это бодренько живенько гораздо лучше чем эти youtube стримы поэтому буду продолжать буду может все зависит от еще от вопросов но я думаю что это будет часто несколько раз в неделю думаю буду делать все на этом пока отключаюсь спокойной ночи давай